Привет, я Даша, это мои очередные похвастушки. Дело вот в чём. Я нарисовала картину по номерам. Это вот такая восточная девушка. Я очень надеюсь, что вам мне отвечает. Это всё видно. Висеть она у меня будет в спальне. Она превращается в потихой грусти, в обиде или чего-то восточного, потому что там уже та же Махао, Ганеша, теперь вот ещё восточная девушка будет, и я вышиваю о Сарасвати, индийской богини. Вот. Итак, картина по номерам. Пришла она ко мне без подрамника. Вот натягивали, делали раму уже в балетной мастерской. В сумме ей было отдано 1300. Значит, вблизи я не знаю даже, как вам показать. Раму будет, наверное, не видно. Подробный рисунок. В общем, тут была такая интересная история. Дело в том, что я торопышка. Мне очень хотелось поскорее-поскорее оформить и повесить на стенку. Но мое состояние здоровья не позволяло не то, что выйти из дома, а даже вот встать со стула. Я вот была просто как приклеенная. Ну и мне мама говорит, ну, чего, давай я съезжу, дай мне указанку, какого цвета ты вертым. Ну, а так как у меня будет висеть эта картина со светильником рядом, а он крепится к стене за счет такой золотой штуки, поэтому я сказала, вот максимальный оттенок, пожалуйста, вот к этой штуке выбирай, и будет там счастье. Тем более у меня всток ассоциируется с золотом именно, поэтому мне показалось, будет интересно. И вот, приходит мне сообщение в Телеграм. Получила картинку? Я такая, нет. Она, я в WhatsApp тебе послала. Вот она, а я WhatsApp не пользуюсь, он память жрет, и вообще мне Телеграм как-то ближе по душе. Я давай быстрее качать. Ну, так как он большой, качался он долго. И в тот самый момент, когда он у меня скачался, я уже была в процессе открытия, собственно, выцеланной фотографии из багетной мастерской. Мне вам присылали Телеграм сообщение. Значит, мы тут пока-то там думали, что тут у меня целый консилиум успел собраться. Я, в общем, выберу то, что они и сказали. Тут у меня скачивается изображение. Я бросаю просто мимолетный взгляд. Ну, если вы когда-то обращались в багетную мастерскую, когда вы туда приносите, к углам вашего изделия прислоняют разные варианты уголков таких. Вот, то есть полностью рамба, а вот уголки. И, так сказать, можно посмотреть, так сказать, какой из них больше нравится, как смотрится с вашим изделием. Вот, в общем, и на этом фото было 4 варианта таких уголков. У меня было достаточно просто одного взгляда, за то, чтобы остановиться на варианте. Ну, просто за секунду приняла решение. Вот. Я пишу, пока она там не успела брякнуть, что да, давай эти, как вы решили. Я быстренько пишу, вот, левый, нижний. Если у меня не стерлась из WhatsApp, вот там это фото, я приложу. И даже вот так вот отклоняюсь в сторонку, чтобы у меня было пространство для того, чтобы составить изображение. Так вот, посылаю ей левый, нижний. И она мне туго дала, консильную выбрала именно этот вариант. И я такая, ой, я молодец, они там минут 15 тупили, выбирали, что-то там приглядывали, советовались с другом. По-моему, я просто в одну секунду меня прям такая загородилась вся после этой истории. Если ты считала, что у меня нет вкуса. Теперь чуть подробнее об этом вот в моем пытке рисовать картины по номерам. Я это делаю не чаще, чем раз в год. Чтобы нарисовать такую картину, надо совсем немножко времени, буквально месяц. Вот, в частности, эту я нарисовала за три недели, побила свой просто собственный рекорд, потому что до этого мне не меньше месяца надо было. А эту за три недели. Вместе с ней присылают такой черно-билый вариант. Я малость уже разобрала этот листочек на черновички, вот так вот. Я прям стыдно показывать. То есть, даже если вы закрасили номер на картине и не знаете теперь, какой краской все это дело замазывать, то вот вы смотрите на эту штуку, на схему, отыскиваете вам нужный участок, который нужно закрашивать, и смотреть, какой номер надо. Кисточки прилагаются, три штуки. И краски, разумеется, тоже. Единственное, пожалуй, такие вещи нужно красить все-таки в два слоя, мне думается. Но это затруднительно в силу того, что постоянно почувались схему тупо-лениво и дико-нудно, вот. А на самой картине все уже как бы закрашены, эти номера. И, конечно, в этом плане настоящее бедствие белая краска пользуется. Ну, и всеми тонами приближен к белому, потому что номер-то к краске, он черным шрифтом набит, а он с первого слоя не закрашивается, и ты сидишь, дуешь на этот участок, чтобы он скорее высох, и можно было второй слой положить, потому что иначе ты просто потеряешь вот этот тут участок, и потом увидишь, что, а, плохо замазывала, только когда уже все будет оформлено в раму, и ты будешь такая, а, ну как так, надо было быть внимательнее. Да, и вот это была моя третья картина по номерам, и только тут до меня дошло, что сначала нужно все-таки закрашивать те участки, которые, ну, побольше, потому что потом уже те, которые совсем чудушные, потому что для больших участков, разумеется, вы берете более крупную писть, и вы можете залезть на достаточно большой промежуток в соседних участках, которые нужно закрашивать другим оттенком. Вот, а если сделать наоборот, сначала крупным, а потом мелкие участки, то ничего страшного, если вы маленькая кисточка, работая над мелкими участками, чуть-чуть заползаете на соседний большой, от этого будет меньше ущерба, чем, если наоборот, получится. Вот, собственно, моя совсем небольшая история, я очень надеялась, что мне получится, и удастся снять такое короткое видео. Ну, о чем здесь еще сказать? Это все, пока-пока. Продолжение следует...